Всем привет! Вы снова слышите Лёшу Халецкого, рассказывающего вам об игре XCOM Enemy Unknown. Кстати, подписывайтесь на мой канал, Лёша играет, и рассказывайте о нём знакомым и друзьям. Это видео посвящено сетевой игре, и в нём я покажу свой один бой, так что оно не очень длинное, а также расскажу об установках сетевой игры. Итак, с живым соперником играть всегда интереснее, чем с компьютером. В сетевой игре, во-первых, вы можете послать приглашение кому-нибудь из ваших друзей, которые тоже установили игру. Потом настроить ваш отряд заранее, а не перед игрой. Вот я буду играть, сейчас вы увидите, как я это настраиваю, я буду играть четырьмя сектоидами и двумя мутонными берсерками. Это один из вариантов отряда вашего, один из вариантов стратегии. Естественно, что их большое количество, но вот я вам покажу, как таким образом играть и расскажу. Многие любят всего двух бойцов, например, брать, по максимуму их прокачивая. Это всё вот здесь в настройке отряда делается, и я вам рекомендую это делать до игры, чтобы потом не задерживать вашего соперника. Когда вы это всё сделали, вот, кстати, вы можете убрать бойца, добавить, установить других каких-то ваших подопечных. Ну вот видите, боец всего стоит 800 очков, но если выбирать там дополнительные его специализации, то будет всё намного дороже. Я вот выбрал четыре сектоида и два мутона берсерка. При выходе из этого меню вам игра предложит сохранить этот отряд, и теперь при начале любой сетевой игры у вас будет именно этот отряд. Вы можете посмотреть списки лидеров. Вот обратите внимание, как бы не очень много за месяц люди наиграли боёв. Боёв, не очень много побед, видимо, не очень это пока популярно. Но есть глюки во время сетевой игры, это понятно, но надеюсь, создатели с патчами будут всё это исправлять. Хочется, вот странно, видите, чувак почему-то на 16 месте вообще без одной игры. Ну вот у друзей моих ни одного вообще нету ни побед, ни поражений, хотя я точно знаю, что некоторые из них побеждали в онлайн-играх. Значит, вы можете либо найти игру по параметрам, которая уже открыта, либо создать собственную игру, как бы стать хостером. Но в точном поиске это будет игра не на рейтинг, потому что вы здесь можете очки и длительность хода задавать. Ну, быстрая игра это понятно, и игра на рейтинг это вот основная сетевая игра. Здесь 90 секунд даётся на ход и 10 тысяч очков для распределения по вашим бойцам. Я рекомендую вот именно на рейтинг играть, ведь я стал хостером, жду пока своего соперника. Ну, я убыстрил время, вот уже соперник появился, и мы начинаем. Рандомно карта, и это оказывается... Так, надо посмотреть, что же это за карта. Вообще, карт всего 5, по-моему, очень мало. Ага, это бар. Карта под названием бар. Соперник находится всегда напротив вас, в данном случае по диагонали вот впереди. За этим зданием по диагонали. Так как я хостер, то мне даётся право первого хода. Поэтому постепенно будем открывать территорию, чтобы увидеть соперника. Значит, смысл вот этой стратегии, которую я избрал с четырьмя сектоидами и двумя мутонными берсерками, это сектоидами найти соперника, открыть его, а потом уже берсерками к нему подбежать и расфигачить его. Она не очень хороша, если у вашего соперника тоже будут сектоиды. Ну, то есть много не очень сильных юнитов. А вот если у моего соперника будет мало, там, два или три юнита, но сильных, то велика вероятность, что я победю. Ну, вы дальше увидите, собственно. Вот я этим сектоидом решил на крышу забраться, поэтому подвигаю его к лестнице. И вот разделяю вообще свою группу на две группы по три юнита, которыми я буду с разных сторон подходить к своему сопернику. Так, ход противника. Обратите внимание, что хоть вы и не видите противника, но вот видите, я передвигаю, послушайте. Слышите передвижение? То есть игра позволяет слухам узнать, где находится соперник. Если вы переведете камеру в предполагаемое место, где вы думаете соперник, и послушаете, и услышите его движение, то значит соперник там, тут никакого обмана нету. Ну, я не буду заставлять вас весь ход соперника ждать, тем более, что его не будет видно. Вот сейчас начнется мой ход, и соперник затратил всего 40 секунд, ну, не полностью свое время затратил. Так, это значит, что у него юнитов меньше шести, это точно. Я думаю, что у него три или четыре юнита. Вот вывожу своего. А, и не вижу до сих пор соперник. Интересно, где же он. Он, видимо, не стал идти со своего места, а вот занимает оборонительную позицию. Ну, что ж, будем выкуривать. То есть его надо как-то сначала вообще увидеть. Вот, и до сих пор не вижу. Ну, аккуратно теперь раздвигаю своих сектоидов по сторонам, чтобы их не накрыло гранатой в баре, вот здесь. И ставлю в позицию боеготовности, чтобы если соперник будет выходить... Ну, нам не жалко сектоидов. Естественно, что они будут убиваться с первого выстрела, если в них попадут. Блин, вот этот звук, конечно, ограничения времени меня всегда пугает. Могли бы и помягче сделать. Вот. У нас главное — это мутоны-берсерки. И смысл этой стратегии в том, чтобы как можно незаметнее берсеркам подобраться к юнитам противника, которых открывают сектоиды, и уже потом бегом к ним подобраться, подбежать и в рукопашную уничтожить. Так, опять ход противника. Увидим ли мы его? Ну вот я использую максимальный масштаб... Ага, вот и соперник. Это мой с крыши увидел его. Ну, вряд ли попадет, конечно. Да, само собой. Сектоиды самых фиговый, скажем так, юнит в этой игре. Самый косой, самый слабый, самое фиговое у него оружие, поэтому мы их используем как пушечное мясо для разведки. Опять немного проматываю. Вот мой соперник использует дымовую гранату. Боится, что я своим сектоидам, видимо, по нему попаду, но я не сектоидов использую как своих снайперов, а, естественно, берсерков, поэтому даже и не планирую пока, конечно, сектоидами по нему стрелять. Мне надо, главное, подвести как можно незаметнее берсерков к нему. Так, этого он не заметил. Так, и тут я должен тоже не заметить дом. А, черт, блин, вон тот дальний, которого я не видел, заметил моего берсерка. Это не фонтан, потому что, напомню, если по берсерку стрелять, то он начинает подбегать к юниту соперника. То есть они его могут выманить таким образом и расстрелять на открытой местности. Что ж, надо тогда своих сектоидов, оставшихся, подводить поближе. Этим мутонным берсеркам мы обходим с другой стороны. Они же не ожидают, что у меня с двух сторон будут берсерки на них нападать. Блин, вот этот звук ограничения времени очень напряжный. Так, хорошо, его не заметили, слава богу. Так, этим сектоидам... Ай, черт, это я зря сделал. Надо было в другую сторону. Черт, и попали еще. Вот, блин. Ну, повезло моему... А, смотрите, я двоих, вон, видели? Я не вижу того соперника, но это стрелял снайпер. Значит, у него, я уверен, у него три юнита. Снайпер. Вот это была тяжелая пехота, который, по мне, попал в моего сектоида. И я еще не успел всеми походить, к сожалению. Ну что ж. Ход соперника, что он будет делать? А он тяжелым пехотинцем взорвал машину, за которым стоял мой берсерк. Умный ход. Потому что, во-первых, я получил повреждения от машины. Он не в меня попал, своей гранатометом, а именно от машины. А может и гранатомет еще плюс. И, мало того, я еще и открыт. Мой берсерк открыт. Для попадания другим юнитом. Потому что машина разбита, видите. И теперь меня стало видно за стекол. Короче, разбито препятствие, за которым стоял мой берсерк. Да, ну, у меня сильный соперник, видите. Он все. И да, вот это серьезная потеря. То, что сектоида там убили, это фиг с ним. А вот то, что я потерял берсерка одного из своего. Ну, я его плохо подводил, к сожалению. Его заметили. Нельзя было, чтобы его замечали. Надо было, чтобы видели сектоидов. Пускай бы по ним стреляли. Зато я знал бы, где находится соперник. Ладно, теперь открываем карты. Правда, второго мутона я подставлять не буду. Давайте подавление на тяжелый пехотинца. Ставим. Я сейчас вторым берсерком побегу к ним. Поэтому... Так, этого поближе сюда. За... А, елки, там забыл про снайпера. Он тоже на боеготовности. Ё-моё. Да, хорошо копался соперник. Очень хорошо. Но у меня вся надежда на последний моего мутона. Подбегаем. Да, мне хватит... Хватит расстояния для использования мощи буйвола. К сожалению, до снайпера не добегаю. Но вот это... Не знаю, кто это у него. Я думаю, что это у него штурмовик. Штурмовику сейчас придет конец. И у меня практически... Полный сил берсерк. Ну все, беги, бежим сюда. Замечательно, готов. Вообще, смотрите. Тяжелому пехотинцу надо убегать от машины, потому что она взорвется. И он еще и под обстрелом. Но все зависит от того, как он сейчас будет стрелять по моему мутону берсерку. Или сможет... Если сможет его убить, то он победил. Если не сможет, то следующим ходом я его... Юнитов уничтожаю. Ну, что сделает мой соперник? Давайте посмотрим. Думает, видите, размышляет. Уже 10 секунд размышляет, что делать. И снайпер как бы... Ага, тяжелым пехотинцем и промахивается. Вот видите, чем хорош огонь подавления. Потому что мы сектует, подавляет тяжелого пехотинца. И, собственно, благодаря... О, и второй раз стреляет. И второй раз промахивается. Ну все, я победил. Потому что сейчас взорвется машина. Не уничтожит, но много здоровья отнимет у его тяжелого пехотинца. Правда, и рядом с моим. А вот это он зря, кстати, делает. Вот он попадает. Да, критически 12. Но мой берсерк сейчас побежит к его снайперу. Убежит от машины вот этой. Машина взорвалась. Ну все, давайте кончаем его снайпера своим мутоном. Покеда снайпер. И у него остается всего с шестью очками здоровья тяжелый пехотинец. Которого я сейчас добью, видимо, сектоидами своими. Так, а, ну снайпер не умер. Но у него, он в кому впал. Типа его надо. Все, мой соперник признал поражение. Вот такая сетевая игра. Не самые лучшие мои действия. Но тем не менее, как видите, сработало. Несмотря на то, что мы одного мутона берсерка прикончили. Вторым я смог добежать до соперника и победить его. Это одна из стратегий возможных. Я вам просто показать, как проходит игра. К тому же, очень быстрые бои. Вот этот бой занял буквально 10 минут. То есть, можно таким образом от работы отдохнуть. Быстренько сыграть сетевую партию. Так что, если захочете со мной сыграть, находите меня в стиме. Пишите и договоримся быстренько. На этом все. По моим планам, это было последнее видео об XCOM Enemy Unknown. Если вдруг я что-то забыл или упустил, пишите в комментариях. Может быть, еще видео сделаю. В любом случае, спасибо, что посмотрели весь этот цикл. Меня зовут Леша Халецкий. Подписывайтесь на мой канал Леша Играет. И играйте в интересные игры. Удачи вам. Продолжение следует...